Давайте продолжим и посмотрим рынки Форекс. До того, как мы это сделаем, давайте посмотрим на что-то совершенно отличное от рынка Форекс. Давайте сделаем это. Сделаем это. Я собираюсь продолжить с акцией. Но перейдем к рынку Форекс через секунду. Хорошо. Реально быстро. Не забывайте, что мы находимся в недельной зоне предложения. Но будьте осторожны, потому что мы прошли довольно глубоко в уровень. Таким образом, этот рынок может пойти выше. Но мы получим ответ на то, как высоко она может пройти, посмотрев на мечтанное время. Простите, имел ввиду спрос. Итак, с прошлого раза у нас на часовом графике осталась зона спроса, в которой был один откат. Это область 96.20-96.12. Таким образом, вы могли видеть сильный отскок и затем недельная зона предложения с множеством ордеров, которые были выполнены. Таким образом, уровень отработал хорошо. Много предложений в этой области. Но похоже, что многие ордера уже выполнены. У нас есть тонна ордеров немного выше. Отсюда давайте перейдем к евро. Давайте перейдем на недельный график. Я показывал вам в другой день, что мы просто находимся между двумя уровнями спроса и предложения. Нет причины уделять много времени для его рассмотрения. Просто убедимся, что вы это знаете. Мы перейдем на 60-минутный график. Сейчас у нас есть зоно продолжение. Здесь вверху на 1.14.28. Но мы однажды уже возвращались к этому уровню. Таким образом, будьте осторожны. Это не свежий уровень. С такой возможностью, как эта, если вам интересно, я бы пошел с минимальным размером позиции. Не важно, какой у вас порог рисков. Я просто выбираю минимальное. Это только я. Вы можете выбрать что-то другое. Просто меньшая вероятность, но хорошая большая прибыль. Там действительно есть хорошая большая зона прибыли. И далее давайте перейдем на 4-часовой. Намного более свежий. Намного более свежий и с большей зоной прибыли. И затем на стороне спроса. Давайте спустимся на 10-минутный график. Фактически, я думаю, этот уровень будет ниже. Не нужно тратить на него много времени. Но смотрится хорошо. 1.12.54. Если мы снизимся к 1.12.54, я буду его называть 55. Не будем тратить на него много времени, потому что до этого уровня еще далеко. Давайте перейдем к иене. Итак, много лет назад я торговал в зале ЧК.